Два новых случая коронавируса выявлено в Сочи и еще два по краю. Все четверо недавно вернулись из-за границы. В Сочи приехало на 10 тысяч туристов меньше, чем ждали. Как теперь выживать туристической отрасли, обсудили на краевом совещании. 80 нарушений в день. В Сочи проходит операция «Внимание, дети!». В Сочи объявили конкурс на лучший памятник бойцам 20-й горно-стрелковой дивизии. Его установят на Красной Поляне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два новых случая коронавируса выявлено в Сочи. Об этом сообщило сегодня Краевое министерство здравоохранения. В общей сложности по Краснодарскому краю к пяти уже известным случаям заражения прибавились еще четыре новых. Заболевшие посещали Испанию, Голландию, Францию и Арабские Эмираты. Четыре человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпид-обстановкой, были оперативно госпитализированы. Они находятся в изолированных боксах. Два человека в больнице Краснодара, два в Сочи. Круг контактов каждого из заболевших уже отработан. Сейчас эти люди находятся на карантине под медицинским наблюдением. Добавлю, что на сегодняшний день в больнице Края находятся 232 человека с подозрением на COVID-19. Из них 101 человек продолжает стационарное лечение. Всего в регионе проведено 5098 лабораторных исследований на коронавирус. Экскурсии из Сочи в Абхазию временно приостановлены. С сегодняшнего дня въезд на территорию республики иностранных граждан с экскурсионной и туристической целью строго запрещен. Запрет будет действовать до 7 апреля. Всем туристическим компаниям курорта, предлагающим экскурсионные услуги по Абхазии, рекомендуется временно приостановить это направление. Гражданам России, планирующим отдых в Абхазии, также рекомендуют временно воздержаться от поездки. По распоряжению руководства республики в этот период работа магазинов без пошлиной торговли на абхазско-российской границе будет также приостановлена. Кроме того, под запретом все массовые мероприятия на территории Абхазии закрыты все объекты общественного питания. В связи с ситуацией с коронавирусом на российско-абхазской границе ввели строгий контроль за пересекающими ее людьми. Глава города посетил КПП ПСОУ и проверил, как ведется санитарно-эпидемиологический контроль. Теперь всех въезжающих и переходящих пешком границу сканируют тепловизором, независимо от их желания. Но пока, как утверждают в Роспотребнадзоре, на границе все спокойно. Еще один немаловажный фактор – это выявление лиц, которые в течение инкубационного периода, 14 дней данного заболевания, находились за пределами Российской Федерации. Такие случаи у нас были на пешеходной составляющей, были выявлены граждане Китайской Республики, были выявлены итальянцы. Значит, такие граждане были взяты у нас под контроль, на них составлены анкеты, на них были переданы лечебной службе под наблюдение. Глава города накануне был не только на пограничном пункте. Он инспектировал Адлерский район и посетил также другие места. Например, микрорайон «Веселое». Там есть два заброшенных земельных участка. Оба принадлежат краю. Их выделяли для коммунальных объектов на период проведения Олимпийских игр. Теперь это просто пустыри. Мнение главы города Алексея Копайгородского – на этих землях должны появиться парки. Здесь нужно провести уже и серьезный субботник, и отсюда все выяснено. Архитектуру, подготавливайте все документы, вычищаем, забор убираем, открываем площадку, и тогда будем формировать, что мы здесь сделаем. А вот с другим земельным участком, который расположен на улице Тбилисской в селе Голицыно, не все так радужно. Весь он завален мусором. По данным, которыми располагает местная администрация, отходы сюда завозил с 2015 по 2016 год прежний собственник. Затем он стал банкротом, а свалка осталась. Мы видим, что здесь лес. И видим, что кто-то нашел здесь хорошую ячейку, и весь мусор складывает сюда. Поэтому в ближайшее время пригласить все заинтересованные стороны, руководителя хозяйства субъекта, и вскоре времени отсюда все убрать. И сделать так, чтобы сюда больше никто не возил. Мэр также поручил с воздуха осмотреть всю территорию курорта на наличие несанкционированных свалок. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. В Сочи обсудили меры по экономической поддержке предприятий санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. Эта мера необходима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Совещание прошло под председательством министра курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой. В нем принял участие глава Сочи Алексей Копайгородский, представитель санаторно-курортной сферы и налоговой инспекции. На видеосвязи был и первый заместитель регионального министра ТЭК и ЖКХ Андрей Киселев. В Сочи приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Во всех транспортных узлах, в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах проводится обеззараживание. Меньше стало и пассажиров. Из-за отмены официальных и событийных мероприятий в Сочи приехали на 10 тысяч человек меньше, чем ожидалось. От этого пострадали организации туристической сферы. Сейчас средняя загрузка гостиниц и отелей около 57%, а в марте прошлого года были все 70%. Поэтому важно предусмотреть компенсационные меры для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, отметил Алексей Копайгородский. Мэр также рассказал, что усилен санитарно-эпидемиологический контроль на въезде в Сочи на постах ПСОУ и МАГРИ. Мы были только что сейчас на ПСОУ, границы с Абхазией, посмотрели, что там за обстановка. Авиа, наш вокзал тоже очень серьезно подготовился, ЖД вокзал подготовился. То есть физически мы понимаем, кто въезжает, кто заезжает, кто выезжает. Теперь вопрос другой. Как нам с вами выстроить систему работы с учетом ваших ограничений? Какие возможности предусмотреть, чтобы вам определенные ваши затраты компенсировать? Компаниям туристической сферы уже предоставлена отсрочка по уплате налогов. Предварительно налоговые каникулы объявлены до 1 мая, но их могут продлить. Кроме того, временно приостановлены все выездные проверки налоговой службы. Дополнительной мерой может стать отсрочка для индивидуальных предпринимателей на оплату аренды муниципальной собственности. Представители курортной отрасли обозначили также ряд проблем, решение которых возможно на региональном и федеральном уровнях. Например, в случае сохранения угрозы распространения коронавируса, средств может не хватить на оплату услуг ЖКХ. Один из вариантов поддержки в таком случае – предоставление субсидий. По итогам совещания в течение нескольких дней будет подготовлен пакет предложений для внесения в региональное и федеральное законодательства. Министр курортов края Светлана Балаева заверила, что все предложения будут внесены в проект плана региональных мер поддержки отрасли. Туристы в Краснодарском крае за год заплатили 225 миллионов курортных сборов. В прошлом году сборы взимались в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и четырех поселениях Туаптинского района. С этого года к ним примыкают еще три населенных пункта. В законодательном собрании Краснодарского края подвели итоги эксперимента по взиманию с туристов курортного сбора. Так, за прошлый год в консолидированный бюджет региона поступило 225 миллионов рублей. Это значительно превысило плановые показатели. Изначально местные власти ставили задачу собрать с туристов 150 миллионов. Министр курортов Светлана Балаева напомнила, что сейчас сборы взимаются в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и четырех поселениях Туаптинского района. Всего же регион посетили более 17 миллионов туристов. На сегодня муниципалитеты, где такой эксперимент проводится, уже потратили на благоустройство более 75 миллионов рублей из тех, что были собраны с туристов. Также в этом году планируется освоить более 464 миллионов из фонда курортной инфраструктуры. Конкретные планы работы уже утверждены. В Анапе, Лазаревском и Сочи благоустроят набережные. Запланированы также озеленительные работы, установка скульптур, лавочек и другие работы. С начала этого года к взиманию курортного сбора приступают также в Тенгенском поселении Туаптинского района, а также Должанском и Ейском поселениях Ейского района. Вот он я, вот он. Что будет с этой территорией через лет 10, 20, 50, если мы так просто оставим ее придатком у Сочи, просто придатком. Но никогда и не было, еще раз подчеркиваю, такого населенного пункта у Сочи, какой сегодня есть. А самое главное, если мы говорим о научном потенциале, я в него очень верю, я думаю, что надо нам дать возможность, чтобы этот потенциал у этой территории был, у этого города Сириус. В противном случае, друзья, мы можем это все просто вот так и оставить, но я боюсь, что все так и останется. И все, что было лучше у этой территории, останется в 2014 году, когда проходила Олимпиада. Боюсь, что может быть и так. Поэтому я тоже прошу поддержать здесь этот законопроект, дать возможность развития этой территории. И я уверен, что у нее очень интересное, хорошее будущее. Теперь для бывшей части города Сочи предстоит переходный период. В ближайшее время пройдут выборы депутатов. До конца года будет сформирована местная администрация и принят собственный бюджет. В Сириус включена территория Олимпийского парка и инновационный образовательный центр. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Как развивается одна из самых отдаленных, от краевой столицы территории, от Радненский район оценил глава Кубани. Вениамин Кондратьев посетил ряд мебельных предприятий, а также благоустроенный центральный парк. Всего несколько минут и деревянная заготовка приобретает необходимую форму. Такой универсальный станок полностью заменяет человеческий труд. Для сравнения, раньше одну деталь приходилось обрабатывать вручную около 8 часов. Так создаются ножки для стульев, спинки для кровати и столешницы. Ежедневно с конвейера выходят тысячи деталей. Перед тем, как собрать мебель, ее декорируют и расписывают. Вот уж где точно не обойтись без человеческой руки и ювелирной работы. На одну деталь уходит времени 4-5 минут. В день мы можем нарисовать 10-12 комплектов. Отрадненский район негласно называют мебельной столицей края. Здесь разместилась одно из крупнейших предприятий региона. Диваны, кровати и кресла на любой вкус. Всего около 60 наименований. Свою продукцию компания поставляет практически во все города России, а также в страны ближнего зарубежья. Мебель, которая ничем не уступает по качеству итальянским маркам, может занять свое место в гостиницах и санаториях Краснодарского края, уверен губернатор. Вы очень гибкие сегодня на спрос. Вы очень быстро реагируете на спрос, максимально делаете те шаги, которые сегодня необходимы не только покупателю, заказчику. И вот здесь посредством, видимо, такой и логистики, и такого маркетингового хода, то есть идти к заказчику, идти, агрессивно идти. Вы сегодня держите рынок, потому что достаточно устойчиво. Производство мебели и комплектующих – действительно самый популярный бизнес в районе. На территории муниципалитета успешно работает завод по изготовлению ортопедических матрасов. За последние два года предприятие получило более 50 миллионов рублей на приобретение оборудования. Это стало возможным благодаря займам Фонда развития промышленности края. Компания ищет новые точки роста. Например, на заводе не прочь заняться производством поролона. Все-таки, если мы посмотрим на то, чтобы вот эта вот основная составляющая, комплектующая матраса – поролон, то есть вы тоже начали производить. Давайте над этим подумаем. Вы сказали о том, что попытку предпринимали, и потом от нее отказались. Давайте вернемся к этой попытке. Подумаем, как это сделать, но если у вас будет пружинный блок свой, поролон свой, то, естественно, вы уж очень существенно можете влиять на рынок с точки зрения стоимости. Я думаю, что путь производства комплектующих, вы уже взяли пружинные блоки, а если еще и поролон обозмете, это и есть ваше конкурентное преимущество завтра. Вот я думаю, что давайте рассмотрим этот вариант совместно. Я думаю, что мы с Василием Александровичем еще проговорим, как это сделать. Это устойчивость, ваша устойчивость. Это конкурентоспособность, все правильно, да. В непростых, даже, может быть, где-то даже в условиях турбулентности экономики, в рамках всяких кризисов и тому подобное. Хорошие результаты муниципалитет показывает и в формировании комфортной окружающей среды. За последние два года в районе благоустроено 8 общественных территорий. Реконструкции дождался и любимый всеми станичниками старинный парк японской Сафоры. Здесь уже заменили тротуарную плитку, обустроили новые детские площадки и установили видеонаблюдение. Это парк, который посадили наши предки, так же? Да, наши деды. А мы только, дай бог, его облагородили. Вот надо нам самим парки садить. Деньги есть, вот этот парк тоже в рамках национального проекта. Деньги пришли на благоустройство, комфортную среду. Но еще раз подчеркиваю, вот если хотим лучше, давайте делать больше. Однако куда важнее оценка экономики района от самих жителей. С ними уже традиционно после объезда встретился глава Кубани. Большинство вопросов касается развития села. Вениамин Кондратьев отметил, что для более эффективной работы необходимо расставить приоритеты, какие проблемы решать в первую очередь. Есть у вас программа социально-экономического развития района? Коллеги, она должна быть не сырой, и не мокрой, и не сухой. Она должна быть реальной. То есть она должна реально отображать проблематику района. В том числе и развитие экономического кластера. Что хорошо идет в Атранинском районе, где явно можно создать условия для бизнеса и выстрелит. Вот такая совокупность комбинаций алгоритмов, которые приведут к экономическому росту и к решению проблем в Атранинском районе. Но проблемы должны быть поименованы, и именно поименована очередность решений. Здесь в первую очередь все зависит от вас. Я готов поддерживать, и команда готова поддерживать. Но мне нужна система. Я спросил, а что у них главное, и вы не ответите. И никто не ответит. Я в зале спрошу, и каждый будет называть свое. Каждый будет кричать «дайте воду», другие говорят «дайте газ». И каждый будет кричать то, что у него болит. А здесь власть на это есть в районе. И депутаты тоже. Расставили приоритетность, установили и пошли на решение. Куда в первую очередь направить деньги, становится ясно после вопросов из зала. Большинство пожаловались на коммунальные трудности. Не везде есть вода и газ. Но решения уже найдены. Так, станица Передовая благодаря краевым средствам уже в этом году получит проект строительства очистных сооружений. Тем временем работы по замене коммуникаций уже проведены в Отрадненском поселении. Из резервного фонда Красноярского края нашему району, то есть Отрадненскому сельскому поселению конкретно, на замену аварийного водопровода по улице Восточной были выделены материалы на сумму более 800 тысяч рублей. Постановительные работы проведены эксплуатирующей организацией. Также в этом году из резервного фонда к Передовскому и Малакадинскому сельским поселениям на замену аварийных водопроводных сетей выделено 2 километра трубы. Беспокоились люди и о благоустройстве. Сразу несколько вопросов превратились в просьбы реконструировать парки. В этом году новое общественное пространство получит станица надежная. Ремонт станет приятным подарком к юбилею. Мы живем в преддверии 160-летия нашей станицы. Это осень. Мы очень хотим, чтобы мы встретили юбилей в новом парке. Но без вас у нас, наверное, не получится. Андрей Анатольевич, давайте сделаем к дню рождения, раз уже вопрос-то возник, все-таки дополнительно, ни у кого не забирая, но чтобы тоже у них была радость по-настоящему, что они в таком парке, я уверен, будут отмечать юбилей своей станицы. Спасибо большое. Давайте. Договорились. Все, протокол, поручение дайте. Дополнительно решим опрос. Обновленные парки и скверы скоро появятся и в других поселениях от Радненского района. Всего за этот год в муниципалитете по федеральной программе отремонтируют шесть общественных территорий. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 25 марта 1945 года в Москве был дан салют в честь побед Красной Армии под Кёнигсбергом и западнее Будапешта. Там войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Малиновского прорвали сильную оборону и продвинулись вперед на 45 километров. Наши войска взяли в плен 7 тысяч солдат и офицеров противника. Севернее озеро Балатон заняли более 50 населенных пунктов. Противник в покрытых лесом горах устроил на дорогах огромные завалы. Всюду были расставлены мины. С этим пришлось бороться подразделением саперов. В это время их прикрывали другие советские части. Войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Василевского 25 марта овладели городом Хайлигенбайль – последним опорным пунктом немцев на побережье юго-западнее Кёнигсберга. Во время этих боев эсэсовцы активно используют практику заградительных отрядов. Они расстреливают солдат за малейшую попытку отступить или сдаться в плен. Советская авиация нанесла бомбовый удар по Данцигу. В это время авиадесантные части союзников высадились вдоль Рейна и соединились с наземными частями. Они захватили шесть неповрежденных мостов через реку Иссель и взяли много пленных. В этот день на всех фронтах подбито 180 немецких танков и 37 самолетов. В Сочи объявили конкурс на лучший памятник бойцам 20-й горно-стрелковой дивизии. Русское географическое общество и курорт Красная Поляна объявляют конкурс на лучшую скульптурную композицию к 75-летию Великой Победы. В будущем она будет установлена на Красной Поляне. Задача скульпторов – увековечить память бойцов 20-й горно-стрелковой дивизии, державших оборону на перевалах в районе Красной Поляны зимой с 42-го года. Важная деталь тех событий – использование для снабжения солдат вьючных животных, которые стали незаменимыми помощниками. Заявки на конкурсы эскизов будут принимать до 1 мая включительно. Победители определят 9 мая. В конкурсе могут принять участие скульпторы, художники, дизайнеры, а также педагоги и студенты, члены творческих объединений. Заявка может поступить как от частного лица, так и от организации. Каждый участник может выставить на конкурс не более трех проектов. Требования к эскизу и адрес отправки есть на нашем сайте fkt.com. Внимание, дети! Первый этап профилактической операции под таким названием проходит на территории Сочи с 23 по 31 марта. Это позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Сотрудники всех подразделений госавтоинспекции проверяют соблюдение правил перевозки детей, пешеходов, просят быть внимательными вблизи проезжей части и напоминают о том, какие могут быть последствия при использовании наушников и гаджетов во время перехода дороги. Профилактические мероприятия проводятся вблизи детских садов, развлекательных центров и других мест массового скопления горожан. С начала года на территории города Сочи произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 детей получили ранения. Пять прострадавших были пассажирами транспортных следствий и перевозились в детском кресле или пристегнутый ремен безопасности, что позволило избежать тяжелых травм. Один несовершеннолетний участник дорожного движения попал в ДТП, катаясь на самокате по проезжей части дороги. В первый день рейда было выявлено около 80 нарушений. Некоторые водители перевозили детей без кресел. На других были составлены административные материалы за непредоставление преимущества пешеходам. Из Анапы и Сочи открываются прямые авиарейсы в Иркутск. Полеты будет выполнять авиакомпания ИрАэро. Рейсы в Сочи будут выполняться с 1 мая по 30 сентября. В мае по пятницам, а с 10 июня по средам и пятницам на самолетах Суперджет-100 с технической посадкой в Барнауле. Рейсы из Анапы будут выполняться с 15 июня по 29 сентября. 28 марта Сочи присоединится к международной акции «Час Земли». Напомню, это самая массовая экологическая акция, привлекающая внимание к проблеме истощения ресурсов планеты. 2 миллиарда человек по всему миру выключат свет на один час в знак неравнодушия к будущему Земли. В России эта акция состоится уже в 12 раз. В этом году она пройдет под девизом «Каждый может». К часу Земли присоединится и Сочинский горнолыжный курорт. В субботу ровно в 23 сайт на Красной Поляне будет выключено уличное и фасадное освещение на 60 минут. Без подсветки останутся отели, кафе, рестораны, торговый развлекательный центр и горная зона Красная Поляна. Сочи попал в топ-10 городов России для виртуальных путешествий. Курорт оказался на седьмой строчке списка. Портал «Турстат» представил рейтинг лучших городов для виртуальных путешествий, туров, прогулок и экскурсий по музеям, улицам и достопримечательностям в России. Лидерами в этом списке оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань. В первую десятку также вошли Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород и Ярославль. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й, кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.